что кошернее свинина или человечина по данному вопросу можно дать два ответа один чисто формально математический другой моральный и так с формальной точки зрения нигде в торе мы не находим запрета на каннибализм рамбом 1 кто выделяет запрет торы есть человеческое мясо отметим что речь идет ни в коем случае нельзя убить человека потому что запрет убить человека самый страшный запрет тор имеется ввиду если уже есть какое-то человеческое мясо как-то получилось что она есть у человека в распоряжении и рамбом говорит что нельзя есть человеческое мясо ибо тара повелевает вот животные которых можно есть из этого рамбом делает вывод животных тура разрешила человека запретила тара А не сказала, что можно есть человека? Рамбан Нахманид говорит, что такой вывод сделать нельзя. И запрет есть человеческое мясо, есть лишь запрет мудрецов. И поэтому с формальной точки зрения запрет есть человеческое мясо или запрет есть свинину. Запрет есть свинину – это запрет Торы. Однозначный. Про свинину написано, что хазир. Некошерное животное. Получается, что формально, опять же, человеческое мясо – свинина. Свинина некошерная, человечина кошернее. Запрет ее меньше, ибо это запрет, связанный с повелительной заповедью и лишь по мнению Рамбана. А свинина – однозначный запрет Торы. За запрет Торы однозначно полагается наказание, если есть свидетели и суд, и сознательное нарушение, полагается наказание 39 палками или 39 ударами кожаных тяжелых ремней. За нарушение повелительной заповеди не подразумевается наказание. Из этого можно сделать вывод, который мы уже сказали. Человечина кошерней свинины. Но это только с формальной точки зрения. Один из великих мудрецов прошлых поколений говорит, что Тора не упоминает о запрете поедать человеческое мясо, потому что это не нормально для нормального человеческого разума. Очевидно, что такой запрет просто-напросто не написан в Торе, ибо Тора подразумевает, что это, как говорит этот автор Геуль Тиви, как перевести это точнее, это природное неприятие человека, природное отсутствие возможности даже подумать так, природная мерзость. О, природное мерзость. То есть, человеку априори должно быть мерзко подумать о варианте есть человеческое мясо. Не дай бог никому, ни при каких обстоятельствах, такое состояние, когда у него возникает такое предположение, чтобы есть человечину. Такое было в истории не раз, когда люди из-за отсутствия еды доходили до этого состояния, что ели человеческое мясо мертвых людей. Но, еще раз говорю, в нормальном состоянии для человека это должно быть омерзительно априори. А в состоянии дикого голода мы не можем судить этих людей, которые не смогли устоять в этой ситуации. Продолжение следует...